Вячеслав Викторович, на ваш взгляд, почему именно 2022 объявлен годом исторической памяти? Это вполне закономерно, учитывая то, что 2021 год у нас был годом народного единства. И этот год объективно нам показал, насколько важно и необходимо сохранять историческую память нашего народа. Потому что историческая память лежит в основе народного единства. Как раз-таки тот народ, который не помнит, не знает свою историю, обречен на вырождение и прекращение своего существования. И поэтому, если мы хотим оставаться едиными, если мы хотим выдержать все те вызовы, которые, к сожалению, современный мир бросает нашему народу и нашему государству, мы должны сохранять свою историческую память, оберегать ее от искажений и фальсификаций. И в данном контексте, я бы еще подчеркнул, историческая память играет ключевую роль в государственной исторической политике, которая на государственном уровне должна осуществляться и именно направлена на недопущение, искажение и фальсификации исторического прошлого нашего народа, нашей государственности. Поэтому вполне закономерно. А с другой стороны, я бы хотел подчеркнуть, что 2022 год тоже богат на знаковые исторические даты. Достаточно вспомнить 1160 лет первого летописного упоминания Полоцка. 1030 лет Белорусской Православной Церкви, это когда была создана первая христианская епархия в Полоцке, 1992 год. Дальше, если мы посмотрим 955 лет нашей столицы, Минску, тоже приходится на 2022 год. 505 лет Псалтерю Скорыны, которое было первое издание, значит, восточнославянское печатное издание, сделанное нашим просветителем Франциском Скориной. 210 лет Отечественной войне 1812 года. А если мы посмотрим на нашу культуру, то 140 лет Янке Купалу, Якубу Колосу, 135 лет Змитеру Жулуновичу, который был первый председатель правительства Советской Беларуси. 110 лет Максиму Танку. 100 лет Институту Белорусской культуры, который лег в основу Академии наук нашей тоже национальной гордости в свое время. И 100 лет образования СССР. То есть и сами знаковые даты тоже очень значимые такие в 2022 году, поэтому вполне логично. И я как историк абсолютно солидарен и очень рад, что наш президент Александр Григорьевич Лукашенко принял такое решение о том, что 2022 год это год исторической памяти. Вы знаете, мне вот очень приятно слышать, что вы стали вспоминать очень далекие даты. Я не знаю, может мне кажется, но у нас, по-моему, сложился такой крен немножко, когда говорят об исторической памяти. В первую очередь имеют в виду Великую Отечественную войну. Ну, безусловно, это важнейшее, наверное, для нашей современной, особенно истории, событие. Но реже говорят о далеких веках. А ведь нам действительно есть, что не просто вспомнить, а то, что помнить. Конечно же, историческая память, это историческая память народа, память о своей истории, об истории своих предков в различной эпохе. И мы должны помнить, что история убедительно показывает, значит, и говорит о том, что наши предки тысячелетиями жили на этой земле. Еще до того, когда они стали называться белорусами. Мы не откуда-то из космоса или с неба прилетели, очутились вдруг на этой земле. А тысячелетиями наши предки жили вот на этом геополитическом перекрестке, которым является Беларусь. А ведь, по сути, если задуматься, через нашу территорию проходили вот эти вот и торговые пути. И, к сожалению, военные конфликты из запада на восток, с востока на запад, с севера на юг и с юга на север. Этот геополитический перекресток постоянно испытывал на себе давление вот этих, например, западной и восточной цивилизаций. Нашим предкам, скажем так, пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы сохраниться, отстоять свое право жить на этой земле и развиваться так, как мы считаем нужным. И поэтому недаром мы сейчас говорим, что самая большая ценность для нашего народа – это суверенитет, который на сегодняшний день имеет Республика Беларусь. Я даже говорю о том, что если мы посмотрим на современную Европу, и так вот положа руку на сердце, скажем, какие же государства являются там суверенными, то я думаю, наверное, Республика Беларусь будет единственным суверенным государством, которое политику проводит не в интересах каких-то узких групп, элит, либо там кто-то извне чего-то сказал, и надо срочно исполнять о интересах большинства своего народа. И это благодаря, конечно, тому, что у нас такой харизматический лидер Александр Григорьевич Лукашенко, для которого интересы народа – это не пустой звук, интересы государства стоят на первом месте. И это очень и очень, конечно, ценно. И с исторической точки зрения, как историк, могу сказать, что далеко не в каждом государстве такие лидеры имелись и имеются. А если, говорю, посмотреть на Европу, то я даже убежден, что мы последнее суверенное государство на территории Европы, которое пытается и довольно успешно осуществлять вот такую суверенную политику. Здесь тогда увязываются и поправки в Конституцию, которые сейчас предложены и обсуждаются в обществе. Конечно же. Все белорусские народные собрания, ведь истоки, если мы посмотрим в историю, это истоки еще в вече традиционно, которое было, допустим, в Половском княжестве, еще раньше у племен, которые населяли нашу территорию, тоже наши предки были. Поэтому эта традиция народовластия, очень хорошо, что она находится в закреплении в Конституции. И с моей точки зрения, очень хорошо и важно то, что в Конституции четко артикулируются наши традиционные ценности, духовно-нравственные. Вот эти вещи, которые, к сожалению, мы видим во многих странах мира на сегодняшний день, упущены. И фактически общество там идет к деградации, утрачивая связь между поколениями своих предков и современностью. А это тоже очень опасное явление, когда утрачивается данная связь. Я бы еще подчеркнул и тот момент, что очень важно, что в Конституции прописывается обязательство государства сохранять историческую правду и память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Почему это особенно важно? Но не секрет, это связано с тем, что именно события Второй мировой Великой Отечественной войны особенно сильно в современном мире подвергаются попыткам искажения и фальсификации. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать с постсоветского пространства это чувство, что мы наследники победы. Мы наследники поколения победителей, что это наша победа. И это необходимо сделать тем силам, противостоящим, допустим, коллективному западу, для того, чтобы иметь возможность навязать нам свою точку зрения, чтобы заставить нас за что-то каяться, хотя забывают о том, каким образом... Американцы выиграли войну. Да, что это все благодаря западным странам произошло, что здесь Советский Союз и Нацистская Германия – это два сапога пара, как они любят говорить, хотя это не выдерживает никакой критики с исторической точки зрения, если разбираться на научной основе во всех этих вещах. Кроме того, это делается для того, чтобы перевернуть историю с ног на голову. В каком плане? Не надо же забывать о том, кто вырастил нацистскую Германию, кто привел Гитлера к власти, оказывал ему всяческое содействие. И в плане экономического возрождения Германии огромные деньги были вложены и американскими, и британскими фирмами в экономическое развитие Германии. Дальше закрывались глаза на вот эти агрессивные направления деятельности германского нацистского рейха в Европе. Упираемся, на самом деле, в войну смыслов, которая идет на протяжении, наверное, всей человеческой истории. Чья победит, никто не знает, и, собственно, никто никогда еще в ней не победил. Но война вместе с тем идет. Ну или борьба, если такое слово больше подходит. Тут вам, как историку, виднее. Я хотел бы подчеркнуть, что в целом историческая память любого народа, она же как из кирпичиков или из мозаики, складывается из сознания истории своей семьи, своего рода, своего населенного пункта, где ты родился, либо проживаешь, своего региона. И в комплексе это выстраивается в знании истории своей страны. Поэтому все начинается абсолютно верно в семье, с детского возраста. Очень важно, чтобы семейные традиции, сохранение памяти о предках своих, это на семейном уровне присутствовало. Дальше, безусловно, это система образования. И система образования начиная не только со школы, но и с детского садика, где уже на определенном детском уровне, в формате, может, игр каких-то, должны закладываться и наши культурные традиции, и наше мировосприятие. Эти все вещи должны присутствовать. Естественно, какие-то исторические моменты, знаковые для нашего народа, для нашей государственности, тоже должны присутствовать. То есть это должна быть непрерывная цепочка, образование, которое корнями уходит в семью и вырастает дальше во взрослую жизнь через систему образования на разных уровнях. Это и школа, и среднеспециальное заведение, и высшее учебное заведение, где тоже все это должно присутствовать. И поэтому абсолютно верно вы говорите о том, что, к сожалению, да, сейчас борьба идет уже фактически за детей, потому что дети — это будущее страны. И тот, кто навязал детскому возрасте какие-то определенные стереотипы, кому-то выгодные, считайте, что он уже выиграл будущее этой страны, потому что это поколение рано или поздно будет определять дальнейшее направление развития нашего общества, нашего государства. И здесь мы никоим образом не должны проиграть. Это недопустимо. Это вопрос жизни, существования, либо несуществования нашего народа, нашей государственности. То есть с детского возраста мы должны закладывать эту любовь предков к своей культуре, к своим традициям. И тогда мы выработаем вот этот вот коллективный иммунитет против искажений, фальсификаций, внедрения чуждых нашему менталитету каких-то ценностей, псевдо-ценностей, даже скажем так. Только таким путем мы можем двигаться. И здесь очень важно взаимодействие, я еще раз подчеркну, и семьи, и системы образования, государственных органов, научных общественных организаций, и, конечно же, средств массовой информации. Вот это вот все в комплексе. Мы вместе сообща должны работать на сохранение исторической памяти. Вячеслав Викторович, я с вами полностью согласен, когда вы говорите «мы должны». Будет ли научное сообщество предлагать какие-то практические меры, чтобы это было не просто «должны», а чтобы было прописано, но если хотите, методичка, что вот набор знаний, которые так или иначе, понятно, что это дети, надо на доступном им языке объяснять и рассказывать, и показывать, чтобы они с таких вот лет начинали понимать, что им есть чем гордиться здесь. Безусловно. Но если мы говорим с вами о научно-историческом сообществе, то задача наша — дать вот эту объективную картину исторического прошлого, показать объективно, значит, вот выдающиеся личности, которые унесли большой вклад в развитие нашего народа, нашей государственности, да, акцентировать это внимание в разных эпохах, на что необходимо обратить внимание нашего подрастающего поколения. И это, в принципе, делается на сегодняшний момент. Это присутствует. Другой вопрос, что помимо исторической составляющей, должна быть и педагогическая составляющая. Мы должны уделить большое внимание подготовке с одной стороны профессиональной, с другой стороны идеологической, да, подготовке тех наших молодых специалистов, которые получат право преподавать историю, значит, быть воспитателем в детском саду, преподавать историю, там, либо просто учителями в начальной школе, а дальше у предметники истории, чтобы они были подготовлены и подготовлены в русле государственной нашей идеологии, были настоящими патриотами и гражданами своей страны. Вот это вот очень важный момент, потому что, к сожалению, на сегодняшний день далеко не все в системе образования, педагоги, вот они этими качествами владеют в полной мере. А это важнейшая составляющая. Очень многое зависит от учителя, наставника, как он дает материал. Но получится ли за один год всего научить, наверное, нет? Нет, нет, конечно, безусловно. Этот год дает нам возможность еще раз проакцентировать, значит, возможно, заполнить какие-то лаконы, которые у нас есть в плане, да они есть, конечно, в плане сохранения исторической памяти нашей. Поднять вот вопрос о том, что необходимо и готовить на соответствующем уровне. Помню, советское время, там же далеко не каждый мог поступить на исторический факультет, потому что прекрасно понимало тогдашнее руководство, что история и идеология это фактически две стороны одной медали. И если мы говорим о идеологической составляющей, но параллельно пускаем на самотек, вот как ты представляешь эту историю там так, и пускай и рассказывай. Этого не должно быть. Правильно, мы не говорим про то, что должен быть один взгляд, пожалуйста, но есть четко определенная государственно-историческая политика, направленная на сохранение объективной исторической памяти нашего народа, недопущение искажений и фальсификации. И первую очередь, кто осуществляет эту политику с нашим подрастающим поколением, это педагоги. Педагоги на разных уровнях. Поэтому особое внимание должно быть уделено вот этому педагическому образованию. И поэтому мы в этот год исторической памяти должны обратить на это самое пристальное внимание. И понятно, что это не одного года задача. Эта система должна быть выстроена. Но если мы ее не выстроим, не начнем выстраивать или укреплять ее сейчас, то, к сожалению, мы перманентно будем попадать в кризисы, подобные кризису 2020 года, когда извне нам пытаются через эти цветные революции каким-то повернуть, корридинально изменить курс нашего государства и изменить его не в интересах большинства народа, а в интересах тех, кто находится где-то за рубежом, в интересах иностранцев каких-то, которые заинтересованы в том, чтобы навязывать, управлять нашим обществом, так как это им выгодно. Если это мы не сделаем, то я говорю, это будет периодически повторяться и, к сожалению, мы не выживаем в такой современной геополитической ситуации. Поэтому это необходимо делать, не откладывая, прямо начинать сейчас, но, естественно, учитывая то, что эффект этого будет долговременный, растянут во время. Но, опять же, мы еще не должны как бы бросить на самотек работу с той молодежью, которая уже подросла. Мы все равно должны пытаться привить им интерес к своей истории, к истории Беларуси, своего Отечества. Делать это можно через конкретные вещи. Очень важно, чтобы молодой человек через себя пропускал какие-то элементы вот этой сохранения исторической памяти. Есть очень хороший проект в Национальной Академии Наук Беларуси, он еще запускался, когда я был директором Института Истории, «Народная летопись Великой Отечественной войны». Идея этого проекта в чем заключается? Любой желающий из нашей страны гражданин, даже из других стран, пожалуйста, можно присылать было эти вещи. Если ты хочешь рассказать о том, что твои предки сделали для нашей общей Великой Победы в партизанах, в ТЛУ, на фронте, ты можешь прислать этот рассказ, приложить фотографии, документы какие-то. Все это в электронную базу сводится и издается. Первая книга уже увидела Народная летопись, увидела свет, и там материалы, которые прислали и первоклассники, и начиная от первоклассника, заканчивая академикой. Это тоже, когда ты интересуешься этой историей, пропускаешь через себя и увековечиваешь ее для общества. Очень важный элемент. Дальше можно, опять же, те же самые благоустройства, мест захоронений. И воинов павших, и жертв вот этого геноцида, который осуществлялся на нашей территории. Это тоже важный момент, когда молодые ребята приходят, приводят в порядок вот эти могилы, и неизбежно возникает интерес к тому, а что? Что здесь за люди? Вот это практическое дело. Мы видим, что происходит вокруг нас. Новогоднее шествие людей, которые пропагандируют нацистскую идеологию в Киеве. Польша. Марши в память Рома, Проклятые солдаты. Проклятые солдаты. Кличка Бурый. Ему ведь принадлежат слова «белорусы, ваше место не на земле, ваше место ниже». То есть имеется в виду «в земле». Да, он только так нас видел, а там его сейчас прославляют. Даже если нам удастся выстроить какую-то систему, которая будет эффективно работать здесь, на нашей территории. Как нам она позволит противостоять тому, что происходит вокруг? Она позволит, я уверен в этом, позволит нам как раз-таки противостоять и показывать вот эти вот правду, если хотите, истории с точки зрения нашего народа, белорусского и нашей государственности белорусской. Почему? Ну, во-первых, самый важный постулат, который мы обязаны придерживаться, это недопущение, искажение и фальсификация исторического прошлого, то есть объективный подход. Но любое историческое событие, любой исторический факт, с точки зрения того-либо другого народа, он мог иметь различное влияние на нас, на какой-то другой народ. И интерпретировать его вполне допустимо, с точки зрения конкретного народа, конкретного государства. Какая была, положительный, либо отрицательный результат. Даже если мы возьмем, например, тот же самый Рижский мирный договор, для нас это национальная трагедия, для поляков это чуть ли не восстановление Польской Речи Посполитой. Там вот в новых границах, значит, новые какие-то возможности для них открывались, получается. Поэтому здесь мы должны прежде всего смотреть на свою историю через глаза, взглядом своего народа, через свою государственность, что положительное, что отрицательное приносило. И у нас, я бы подчеркнул, сделано очень большое задел в 2021 год, касательно того, чтобы не допустить вот этих вот информационные потоки определенным образом на законодательном уровне ограничить. Каким образом? Это закон, а не допущение пропаганды нацизма и пособников нацистов. Это тоже важный элемент, потому что вы правы, к сожалению, в современной Европе вот это возрождение нацизма на определенном уровне наблюдается, причем наблюдается у наших самых близких соседей. Украина тому пример. Второй элемент, это то, что у нас Генеральная прокуратура ведет следствие по геноциду белорусского народа, значит, население в Беларуси годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, когда на нашей территории, к сожалению, действовали националистические формирования, вот те же самые там проклятые солдаты, если мы говорим про польских националистов, там украинские националисты, литовские, да, в определенной степени тоже, значит, присутствовали. Мы обязаны и должны об этом говорить, акцентировать внимание и нашего общества. И очень важный элемент того, что подготовлено уже эти пять томов от Генеральной прокуратуры, которые пошли на международный уровень. Это тоже необходимо делать. Но еще раз повторю, здесь должен быть у нас комплексный подход. То есть мы должны работать с молодежью на разных уровнях. У нас должна быть выстроена эта система патриотического, если хотите, воспитания, воспитания, вот, значит, сохранения исторической памяти от молодых ногтей до, фактически, взрослого, да, возраста. В нашем обществе эта тема должна быть постоянно на слуху. И я уверен, что в этом году, вот в ближайшее время состоится и совещание у главы государства, посвященное исторической политике. Уже у нас есть определенное видение, вот как это должно осуществляться. Я думаю, после совещания будет уже, будут забегать просто вперед, но будет выстроена, в принципе, целая система по реализации этой государственной исторической политики. это очень важно, потому что, еще раз подчеркну, история, это, если хотите, обоюдоострое оружие. История, она в одинаковой степени может работать на консолидацию, на объединение народа, общества, и одновременно, не одновременно, а в то же время, могут ее использовать для раскола и разделения, там, нации, народа, государства, и делать это, как правило, через искажение фальсификации исторического, прошлого, того, либо иного народа, к сожалению. Поэтому здесь мы должны четкий механизм выработать противостояние вот таким попыткам. Я думаю, что вот как раз год исторической памяти мы этот механизм создадим, а дальше уже наша общая задача всех нас будет в том, чтобы этот механизм функционировал и приносил как раз таки вот эти вот плоды в плане выработки иммунитета против искажения и фальсификации. С молодых ногтей, как говорится, эта работа должна вестись, и тогда мы будем гарантированы от того, что нас, нашу историю не отберут, не заставят нас смотреть на свою историю глазами какого-то заокеанского дяди или тети, неважно откуда, но чужими глазами на свою историю. И тогда у нас никакого будущего просто не будет. И это принципиальные вопросы сохранения нашего суверенитета, нашей государственности, как раз таки сохранения объективной исторической памяти нашего народа. Ну, а начнем с простого. Дома, своим детям, у кого есть внуки, внукам, будем рассказывать о наших прадедах, кто они, что они сделали, чего, может быть, не сделали, что-то не успели. Если погибли, значит, погибли. Чтобы они понимали, где они, от кого они произошли, и почему так важно действительно сохранить для себя же, не для кого-то, а для себя, как президент говорит, этот клочок земли. Хотя, не такой уж и маленький клочок по европейским меркам. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...